В Омске прошли разнообразные святочные мероприятия для детей и взрослых. Культурные, образовательные, социальные и даже спортивные. Шумские коллеги расскажут о некоторых из них. Святочные дни – время благотворительности. Поэтому в Омске прошли мероприятия под общим названием «Радость Христова Рождества». Этот проект по возрождению традиции и культуры празднования Рождества Христова включил в себя праздничный концерт, областной конкурс ёлочной игрушки и благотворительные акции «Рождественская ярмарка», «Подарок за спасибо» и «Благотвори». Это масштабный проект, первый масштабный проект в Омской области, который реализует Омская епархия, совместа, в Союз и Семья. Мы очень благодарны владыке нашему за то, что позволил проводить в таком разрезе, в таком контексте, скажем, мероприятия благотворительные, адресованы всем, и верующим, и мирским, которые хотят, идут еще к вере. Америка, что отойдутся к русской культуре и особой бою с Емелью. Я цитирую, я читала в увлекательной истории города. Частью праздничного мероприятия стал и традиционный рождественский полумарафон, многие участники которого совершили забег в маскарадных костюмах. Я изображаю скульптуру Степановича, я считаю, что это, пожалуй, один из символ города Омска, наверное, с Тарскими воротами и любушками. Я в десятый раз участвую в полумарафоне и, как обычно, пробегу вместе с сыном 7 километров. Участников полумарафона поздравили представители Омского правительства и митрополит Омский Таврический Владимир. Вы в этот день, праздник Рождества Христову, начинайте 25-й по счету свой марафон. Я хочу вас поздравить с праздником Рождества Христова, пожелать вам мира, счастья и благополучия. Пусть будет мир в ваших семьях, в ваших сердцах. Затем во Дворце искусств имени Малунцева начался детский праздник у Рождественской елки, организованный Омской епархией совместно с Центром народного творчества. Четыре года в ГОДСОРТОРНОМ ТВ проводим благотворительные епархиальные елки. На протяжении этих лет уже, наверное, более 12 тысяч человек посмотрели эти представления новогодних. Значит, первую елку мы проводим всегда благотворительно. Для социальных центров, для детей особой заботы, для мам, попавшихся в семи строгую семейную жизненную ситуацию. Для детей, пришедших на этот праздник, был показан рождественский сказочный спектакль «12 месяцев», поставленный председателем отдела культуры Омской епархии Иереем Олегом Ганженко. Перед началом спектакля правящий архиерей поздравил детей и их родителей с праздником Рождества Христова. Участниками спектакля стали учащиеся детской воскресной школы при Успенском соборе, актеры ипархиального театра «Преображение» и казачьего театра «Белая столица». Продолжение следует...